Клево всем, друзья! У меня появилось несколько часов времени и вот примерно уже в обед я выскочил половить карасика с донкой. Взял удилище. У меня для этого есть старое джиговое удилище с небольшим тестом. Я его использую для степняков как легкая донка. Все, приехал на водоеме. Тут что-то заходит, надеюсь, дождь не пойдет. Даст нам половить. Погнали, друзья! У меня пачка черной прикормки. Сейчас водичку. Сильно мудрить ничего не буду. Значит, мне прикормка нужна в два этапа. Одна для закорма первичного. Она должна быть как обычная фитерная. Закармливать буду фитерной кормушкой. И вторая прикормка мне нужна более липкая, как при ловле именно на донке, на пружинке. Потому что я ловить буду донкой пружинкой. И вот я сначала закормлю, а потом долью воды и домешаю, чтобы прикормка была как пластилин, той консистенции, как мне нужно. Так, все, водички удалил. Пусть стоит, настаивается. А пока буду заниматься удочкой. Несмотря на то, что я ловлю донкой, сам принцип я беру из фитера. Для начала мне нужно найти точку ловли и проверить обстановку в акватории. Поэтому я вешаю небольшое вот такое 30-граммовое грузило, с помощью которого я сначала найду, где буду ловить. Водоем мелкий. И вот сейчас попытаюсь, если найду какое-нибудь твердое дно, это будет очень-очень хорошо. свальчик нашел, проскочил его. Водоем мелкий, глубина в среднем чуть больше метра. Я бы куда кидать не хочется, все-таки хочется умудриться поймать рыбку. Вот где всякая гадость. Вот в этой гадости ловить не хочется. Просто в нее будут проваливаться крючки, кормушка, цепляться за все это и карасю будет тяжело найти насадку. Пока ничего интересного не нахожу от слова совсем. Блин, такие тучки заходят, что может ливануть. Тогда рыбалочка может обломаться, а не хотелось бы. Ну вот, что-то нашел похожую на бровку. Сейчас на ней клипсуюсь. Еще раз проверяем. То есть я клипсуюсь как на фидере, ставлю на клипсу. Чтобы я бросал чего вот она, все. Интереснее, ничего нету. Чтобы я бросал, все время в одну точку. Не как обычно донки ловят, закидываю кто куда. Нет, я именно ловлю как положено. Я сейчас буду кормить точку ловли. Я выбрал ориентир, вот так вот дерево, и буду четко на него друзья кидать. Теперь вешаю кормушку, которой буду закармливать. у меня есть вот такая огромная закормочная кормушка фидерная и ей я буду кормить. Отличная прикормка для закорма то, что нужно. Все, начинаю закармливать. Так как потом закорм я буду делать, закорма уже не будет, а будет просто обычная пружинка, с которой практически ничего не выходить не будет, то сразу буду хорошо закармливать. Сейчас положу 10 вот таких больших кормушек. Вот такая кормушка огромная, сама весит всего 8 грамм, но большого объема. И мне четко их нужно положить в точку ловли. Есть одна. Мне нужно собрать в точке ловли рыбы, чтобы она приходила зная, что тут есть что покушать, чтобы я не ждал каких-то проходящих рыб, как в основном все ловят, кидают абы куда и ждут проходящих рыб, а вдруг она мимо меня пройдет. Нет, я хочу сначала позвать рыбу, чтобы она ко мне пришла, друзья. Все это делается очень легко и быстро, ничего сложного. И при нормальном клеве, если все нормально сделали и рыба подошла, ну максимум два удилища нужно. А при очень хорошем, на один не будешь успевать ловить. Вот такое джиговое удилище, ему не знаю, лет 15-20, это мой первый, на который я учился ловить на джиг, рояль, от фирмы Балзер. И вот для донок, для легких, именно для наших степняков, а для наших степняков, как правило, тяжелых донок не надо, здесь нету течения, легкий груз используется, небольшие кормушки и огромных тяжелых крокодилов вот сто лет не нужно. последняя кормушка. Пока она там стоит, я еще добавляю воды в прикормку. Мне нужно сделать эту прикормку как пластилин, чтобы она из кормушки практически из плужинки практически не выходила. еще капельку. Отлично, все, по консистенции она то, что нужно, очень тяжелая и липкая, очень тяжелая. Как забивать в пружинки, чтобы потом еще выбивать обводы. Все, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Снимаю. Больше она на сегодняшней рыбалке вряд ли понадобится. Если прям клев вообще стихнет, можно будет подкормить, но пока не надо. Монтажи для донок я храню вот в таких пакетиках, вот такой пакетик и в нем монтаж. Вот весь монтаж. Скользящая маленькая кормушка, пружинка, петельки для поводков и для грузила. За эту петельку цепляю замок. Готово. Теперь поводки. Поводки у меня уже навязаны, по 10-15 сантиметров хранятся в поводочнице. Эту же поводочницу и эти же поводки я использую при ловле на мах. Поэтому она у меня универсальная, подходит и туда, и туда. Берем нужный поводок 12-й 10-й на 0-12 раз. Заводится поводок в петля в петлю, поэтому он съемный. Если оборвал, легко поменять. Если затупился, легко поменять. Если рыба более крупная, легко поменять. Второй такой же. то есть очень все просто, универсально и легко. Монтажи хранятся без поводков. В конце рыбалки я их откусываю, а сам монтаж складываю в пакетик. Теперь мне нужно грузило. Удилище у меня до 30 грамм, кормушка небольшая, водоем мелкий, больших грузов не надо. У меня есть вот такие оливки, по 28 грамм, то, что нужно. Не будет перехлёстов при забросе и не будет перегруза. Думаешь, это не будут цеплять. Все, готово. Забиваем прикормку. За прикормки кладу в кормушку очень-очень мало. мне нужна прикормка в кормушке. Очень плотно ее запрессовываю. Мне нужна прикормка только для того, чтобы рыба подошла к моим крючкам, к моей насадке. Все. Рыба, чтобы собралась на точке, мы прикормку кинули. А теперь, чтобы в малом количестве все. Никаких груш, баклуш не нужно. Мы не созаналовываем, а карася. И червячок. Раз. Готов. Все. Монтаж заряжен. То же направление, как кормили, такой же заброс в клипсу. Ничего сложного. Все элементарно и легко. Удар в клипсу. Положили на стоечку. Натянули кончик. И ждем поклевки, друзья. Элементарное просто. Не надо колокольчиков, не надо дубье, легенькая палочка, которой приятно ловить. В магазинах дешевых, валом подобных. Чувствительный, тонкий кончик, который нам показывает поклевку. Никаких супер-пупер, чего-то навороченного, дорогого не надо. Все, ждем, друзья, поклевку. Надеюсь, клюнет. Бывают ситуации, когда рыба предпочитает кушать с кормушки. Не хочет брать насадку, объедает кормушку. Кончик ходит ходуном, дергается, а насадку как раз не берет. Он такой. Прям с кормушки общипывает. Поклевка была. Отдай удочку. Вроде ничего нету. Или есть? Есть, есть что-то. Есть рыбка, псадок забыл. Кто там у нас? Карась, друзья, да хороший. Не прошло и десяти минут, как клюнул. Вот такой классный карась, друзья. Вот такой. Пошел засадком. Шикарный карасик. Тут все нормально, все на месте, все отлично. заброс. Ждем очереди. Полетело. Все, на взвод боевой. Если бы я сейчас в кормушку налепил огромное количество прикормки, только разве предпочел бы эту прикормку кушать, откушивать, откусывать с кормушки, а не кушать моего червячка. сзади. Кто было там, теперь там окружают. Давай, клюй. Плохо. приехал на рыбалку кино поснимать. А все работа, друзья. Не вырвешься просто так. это может и на карася сказаться. Бастовать может. Посидим. а вдруг что поймаем другом пройдет этот дождик. Муж штаны одеть умеет костюм. Есть, 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 сошел что ли? есть, 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 кто там, карасик, червячка, клюнул, хорошенький, вот такой, вот, отлично. Очень, отлично. Червяк паршивый такой, полудохлый. Тонкий как глисты, не потекла. Куртка потекла уже, не влагостойкая. Что-то я вообще не туда куда-то закинул, ничего страшного. Не страшен, серый дождь, мокрый дождь, страшный дождь. Не, ну если бы карась и клевали как с пулеметом, можно было подумать. Так, давай, давай, клюй, клюй, клюй. Ого, ай, мимо. А как загиб был сказочный, просто отлично. Посмотрим, какой крючок оторвало. Да, оторвало, который был плавающий. На плавающий клюнуло. Ого. 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 поленился вязать крючки были только тоненькие поводки хотя тут бы 014 016 можно было смело ставить сейчас не весна рыба поактивней взял то что было для поплывочной удочки хорошая поклёвка и поплыл крючка как и не было дюб 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 а ты там дюбаешь чё-то не чтобы просто нормально по карасёму клюнуть и съесть нет ему надо подюбать кто его этому учил люблю грозу в начале июня вот интересно ловить или сваливать и мимо хорошая поклёвка была но бац бац и мимо на точке рыбы валом вот видать мелко раз там скорее все в мелки любит дюбайт шевелит и крупный клюнул он по поводу уснёт где-то там выше не есть рынка есть и здесь вроде бы есть ли сошла есть что-то что-то есть и бегемота что-то что-то есть и бегемота карасик маленькие другой стороны какие есть как раз на плавающего червяка клюнул тепленький кстати на ощупь мелкий поэтому и так дюб дюб самое интересное его там очень много люби дюби начинаются очень быстро почти сразу знал бы что будет дождь при кормке воды бы меньше добавлял сэкономил бы на воде не удивительно что карасик капризничает конечно зачем ему выходить кушать если тут дождь и гроза лучше дома посидит дома телек посмотрит чему тасоваться насадку искать птицам нипочем летают вот это клюванула мимо засекся хотя сидел на тот момент точно нас такая поклёвка была вот 20 минут а не сидит 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 хотя сопротивляться начал уже вот на вываживание под ногами рыба теплее чем я такой небольшой как дюбой даже в руку чувствую прикольно вот такие вот остро а ещё раз вдруг очень что будет есть вOUR есть есть рыбка есть сидит большой голова болит от на погоду маленькие вот вышли кормятся дубль холодно становится когда спина промокла холодно поклёвки прям в руку бым-бым какое звонко удилище а когда ловил на джиг считал очень глухим для фидера звонко а для джига глухое вот так вот экстремальная рыбалка дождь и грозу под молнии нету уже свалил бы точно не пойму откуда он идет сзади меня довольно хорошие просветы рукав потекло еще посмотрел на нормальную курку непромокаемую думаю да не нормально не должно быть а если что-то там капнет быстренько собраться мне хватит хватило ну что друзья принял решение собираться промок я насквозь очень маленький улов тем не менее рыбка клевала если бы не дождик я думаю поймал бы потому что рыба была она зашла на точку и много и клевала вы сами видели все сделал отлично но вот дождь затяжной обложил у меня куртка уже насквозь промокла не готов был дождю взял простую легкую куртку и вот буквально за 20 минут промокла насквозь я замерз так что друзья до новых встреч до новых встреч до новых встреч